Среди шиитских ученых-богословов действительно присутствуют фетвы о дозволенности смены пола. В шиитском Иране действительно можно провести подобную операцию и действительно часть средств на ее проведение профинансируется государством. Это правда. Эти шииты что, вообще границ не видят? Доводы.ру представляет Ассаляму алейкум. Тема, о которой сегодня пойдет речь, довольно деликатная и даже где-то неудобная. Но мы все же решили ее разобрать и разъяснить некоторые моменты. Как вы поняли из названия, речь будет идти о смене пола и об отношении шиитской школы к этому вопросу. Интернет-пространство пестрит различными провокационными заголовками и заявлениями, говорящими о том, что в шиизме смена пола с мужчины на женщину, с женщины на мужчину в принципе обычное дело. Исламские ученые позволяют подобные операции, государство Иран финансирует, а Тайланд завидует, мол скоро и нас перещеголят. В общем, давайте посмотрим. Иранские врачи ежегодно проводят около 300 операций, поставив Иран в один ряд с Таиландом и Нидерландом. После этого комиссия ставит официальный диагноз и выдает разрешение на операцию. Они издали многочисленные фетвы о дозволенности смены пола даже без какой-либо причины. Иран стал одним из мировых центров хирургической коррекции пола. Да, вызывают реакцию, возмущение, гнев. Эти шииты что, вообще границ не видят? Где это видано, чтобы ислам, являющийся показателем морали, дозволял это? Так, наверное, реагирует абсолютное большинство. Ну, на это и рассчитано. Что тут можно сказать? Среди шиитских ученых-богословов действительно присутствуют фетвы о дозволенности смены пола. В шиитском Иране действительно можно провести подобную операцию и действительно часть средств на ее проведение профинансируется государством. Это правда. Вот только необходимо внести некоторые ясности. А именно, для кого и при каких обстоятельствах шиитские ученые разрешают смену пола? Здесь имеет смысл упомянуть две группы людей и строго их разграничить. Первая группа – это люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, геи, лесбиянки и тому подобное. Вторая группа – это трансгендеры и гермафродиты. Эти термины имеют огромное значение в этом вопросе и огромную разницу. Что касается людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, то с ними все просто. Ни один исламский ученый разрешения на подобные операции им не давал. Речь идет лишь о трансгендерах и гермафродитах, потому что именно относительно этой категории людей обсуждается допустимость, ну или недопустимость совершения операции по коррекции пола. Итак, кто такие гермафродиты и трансгендеры? Буду нещадно упрощать медицинские термины, дабы каждый из зрителей мог меня понять. Гермафродиты – это люди, появившиеся на свет с двумя половыми органами одновременно – мужскими и женскими. Это аномалия в строении организма, явление нечастое, но да, такое бывает. С трансгендерами немного сложнее. Внешне они имеют мужские или женские органы, но чувствуют и ведут себя как пол противоположный. Как такое может быть? Беременность. До восьмой недели каждый зародыш имеет базовый женский пол. Станет ли он мальчиком или останется девочкой, будет зависеть от Y-хромосомы. Она дает толчок к развитию семенника, который вырабатывает гормоны, обуславливающие мужской тип. Но это когда в норме. Однако бывают такие сбои, когда некоторые реакции делают организм нечувствительным к этим гормонам. И на этом этапе организм с мужским типом развивается по типу женскому. То есть эти реакции могут провоцировать развитие мужских органов в организме с женским типом. Или женских органов в мужском типе. И дальше так же. На более поздних сроках развития органов и гормональной системы процесс протекает под влиянием множества факторов. И на любом из них могут происходить аномалии, даже после того, как сформируются органы. Вот эти гормоны имеют очень сильное влияние и способны изменить даже сформировавшийся зрелый организм. И что же тогда происходит? Такие люди всю жизнь чувствуют, что живут не в своем теле и не своей жизнью. Нередко доходят до страшных депрессий и даже самоубийств. Трансгендерным женщинам неловко находиться в мужском обществе. Пользоваться мужским туалетом и тому подобное. И наоборот. У мужчины наличствуют женские повадки. Женщины могут быть мужеподобные. Это сбой. Вот представьте, вы мужчина. Думаете как мужчина, ощущаете себя как мужчина. Но у вас женские органы. И перестроиться не представляется возможным. То есть эти гормоны программируют вас как один пол. А органы сформировались как у пола противоположного. Многие годы проблема трансгендеров лежала в плоскости психиатрии. Люди думали, что это не что иное, как проблема с головой. И меня вылечит. Но когда на помощь гендерной идентификации пришла генетика, это очень сильно облегчило понимание того, что подобные состояния это результат физиологических и генетических сбоев. Наука поняла это не так давно. И поэтому общество до сих пор склонно причислять гермафродитов и трансгендеров к геям и лесбиянкам. Но это далеко не так. Геи и лесбиянки это физически полноценные люди. А их нетрадиционная ориентация это их порочный выбор. В то время как гермафродиты и трансгендеры это люди нездоровые физически, не психологически, не морально, а именно физически. Если кто-то еще не понял, данная тема будет касаться исключительно гермафродитов и трансгендеров. Людей, столкнувшихся с этой большой проблемой не по собственному желанию. Таких людей немного, но они есть. И вот реальная история одного из них. Феридун Малкара. Ребенок, появившийся на свет в Иране в 1950 году. Ребенок при рождении имел аномалии в строении организма. При рождении ребенок был записан как мальчик. Невозможно было на тот момент угадать, как будет развиваться тело ребенка. Дали имя Феридун. Несмотря на то, что ребенка воспитывали как мальчика, все же женские признаки были налицо. Ребенок имел женское строение тела и психологически чувствовал себя именно девочкой. Родители были в тупике. Ведь при рождении он записан как мальчик. Попробуй объясни соседям. Феридун устроилась работать в больнице помощником по уходу за пациентами. В больнице Феридун познакомилась с врачом и поделилась своей проблемой. Врач объяснил Феридун, что люди подобные ей прибегают к хирургической операции. Феридун очень страдал от своей проблемы. И за советом она отправилась к Айатале Бехбагане, одному из ведущих религиозных деятелей в стране. Бехбагане сказал, что ей следует сделать операцию, но предварительно она должна проконсультироваться с Айатулой Рухалой Мусави Хомини, ведущим шиитским богословом, который тогда жил в изгнании в Ираке. В 1975 году Малкара начала писать Хомини с просьбой дать совет по поводу того, что же ей делать. В одном из писем Феридун говорила, что ее женская природа проявилась еще в двухлетнем возрасте, поскольку она постоянно разукрашивала лицо мелом, имитируя нанесение макияжа и даже была влюблена в соседского мальчишку. Феридун хотела получить от Хомини ответ для таких людей. Пришедшая в 1979 году исламская революция изменила Иран, столкнув Феридун с резкой негативной реакцией из-за своей женственности и странного внешнего вида. Излишняя женственность в том человеке, которого считали мужчиной, воспринималась как гейское поведение. Ее уволили с телевидения, где она работала, несколько раз арестовывали, допрашивали и даже угрожали убийством. Раз по паспорту мужчина, значит и есть мужчина, а ведь всем не расскажешь? Стыдно. Вот и приходилось соглашаться с обстоятельствами. В 1987 году Феридун пришла к дому Аятала Хомини в северном Тегеране. Хомини возглавлял Исламскую республику Иран, и ей очень хотелось наконец-таки встретиться с ним и поговорить. Феридун пришла к Аятале, надев мужской костюм. На шее у Феридун висели туфли, это старый иранский знак, подразумевающий, что человеку нужно убежище. Охранники не пропустили Феридун, начали ее избивать. На шум вышел сын Аяталы Ахмад. Он увел Малкару в свой дом, расположенный по соседству, но охрана заподозрила неладное, заметив у гостя слишком большую для мужчины грудь. Ее приняли за взрывчатку, спрятанную под одеждой. Когда ее начали осматривать, выяснилось, что грудь женская. От перенесенных потрясений Малкара разрыдалась и крайне эмоционально поведала Ахмаду свою историю, периодически вскрикивая «Я женщина! Я женщина!» Шокированный Ахмад лично отвел Малкару к отцу. Имам Хомини не был знаком с таким физическим явлением и собрал консилиум из трех своих врачей. Они разъяснили ему с медицинской точки зрения суть такой аномалии. В итоге Хомини постановил, что Феридун необходима операция по коррекции пола, то есть сохранение всего женского и удаление всего мужского. Хомини сказал, что коррекция пола – это ее религиозный долг, поскольку человеку нужна четкая сексуальная идентичность, дабы выполнять свои религиозные обязанности. Он сказал, что она должна соблюдать все обряды, характерные для женщин, включая то, как они одеваются. В этот день Малкаре подарили черную чадру – знак иранской революционной женственности. Спустя годы Феридун Малкара официально стала Марьям Малкара. Деньги на операцию выделило иранское правительство, это стало возможным только в 1997 году. Последние этапы коррекции пола Малкары состоялись в Таиланде. В этом же году после операции иранское правительство сделало Марьям все соответствующие документы – свидетельство о рождении, аттестат, паспорт, позволив ей жить полноценной социальной жизнью женщины. Марьям Малкара даже вышла замуж за правительственного чиновника по имени Мухаммад и прожила с ним до самой смерти, скончавшись в 2012 году в Тегеране от сердечного приступа. Само собой, ничего общего данная тема с лесбиянками, геями и прочей нездоровой публикой не имеет. Фетва ученых, практика операции и прочее вращаются исключительно вокруг проблемы гермафородитов, имеющих мужские и женские органы одновременно, и трансгендеров, людей, имеющие несоответствия в строении мозга и тела. То есть операцию, к которой прибегают эти люди, правильнее назвать даже не изменением пола, а коррекцией аномального строения организма. Это то, что наши ученые разрешают. То есть ученые разрешают женщине, имеющей мужской орган, избавиться от него, и мужчине, имеющей женский, то же самое. Гермафродиты и трансгендеры это физически больные люди, которым нужна помощь. И ислам, регулирующий все сферы жизни, должен им в этом помочь. Ислам должен направить человека к полноценной духовной и социальной жизни. Представим, рождается ребенок, ребенок имеет мужские и женские половые органы, ему дают определенный пол. Ну, наугад. Неизвестно, кто будет дальше потом, как будет развиваться его организм, какое строение будет иметь, мужское или женское, какой тембр голоса, волосяной покров. В общем, кто потом получится, женщина с мужским органом или мужчина с женским. Это станет понятно после, когда повзрослеет. И вот ислам должен будет ему помочь, потому как религиозные обязанности для мужчин и для женщин порой очень разнятся. Человек с таким недугом столкнется с вопросами типа, как мне совершать намаз, как мужчина или как женщина, как держать пост, как совершать хадж, как одеваться, посещать мужские общества или женские, как получать наследство, как получать лечение, в какой тюрьме сидеть. Много всего. Должен ли ислам решать и такие проблемы? Должен. И решает посредством фетв, которые говорят о том, что путем решения для этой категории людей является хирургическое вмешательство. Между прочим, дорогие критики, ваши ученые также сталкиваются с этими вопросами и дают свои ответы. Например, говорят, что гермафродит с преобладающими женскими данными должен носить хиджаб. Все правильно. Только почему носить хиджаб гермафродит обязан, а избавиться от лишнего мужского органа не имеет права? Больше глупости и придумать нельзя. Или почему гермафродит преимущественно с мужским строением тела должен выполнять молитву среди мужчин, но избавиться от женского органа права не имеет? Где логика? Ваши ответы на частные вопросы есть, но в сущности и кардинально они не решают эти проблемы. Ровно как и проблемы общества, которые взаимодействуют с такими людьми. Вашего узкого исламского взгляда недостаточно для того, чтобы решать такие проблемы. Вы не можете привести людей с подобными аномалиями к полноценной жизни. И ладно, если вы не можете, так какое право вы имеете критиковать, даже не поняв сути дела? Или может среди критикующих есть специалисты по генетике? А вот в Иране есть и наука с учеными, и богословы с религией, взаимодействие которых решает проблемы в том числе и таких несчастных людей. А как вообще проходит коррекция пола? Ну, детали, конечно, разбирать не будем, в общем. Итак, право на операцию в Иране могут иметь лишь гермафродиты или трансгендеры. Перед тем, как попасть в операционную, пациенты проходят комплекс консультаций с психотерапевтами и врачами других направлений, дабы выявить действительность их нарушения в организме. На этом этапе путем биологических исследований и различных тестов и анализов отсеиваются те люди, которые не имеют права на операцию, такие как садомиты или люди с психическими расстройствами. Дальше. Люди с подобной проблемой должны будут проходить курс приема гормонов. Если этого пациенту будет недостаточно, он может прибегнуть к хирургическому вмешательству. Для этого нужно будет пройти инстанции законодательно-правового органа, чтобы получить разрешение на операцию. После получения такого разрешения и после проведения операции, государство Иран содействует в получении необходимых личных документов. Дальше. Трансгендеры и гермафродиты проходят сложную процедуру социальной адаптации. В общем, как вы видите, все не так просто для людей с подобными физическими аномалиями и вовсе невозможно для лиц, не имеющих к ним отношения. Иран занимает второе место по количеству операций по смене пола в мире. Слушайте, мы понимаем, 50 лет назад люди верили тому, что показывают по телевизору, пишут в газетах, но сейчас, в период информационной войны, что заставляют людей принимать в себя все то, что найдут на интернет-помойке. А почему стали вы все это носить к себе домой? Не знаю я. Не знаю. На чем вообще основывается утверждение, что Иран занимает какое-то там место в мире по количеству подобных операций? Вы не думали, кто вообще подсчитывает это? Какая организация? И кто этой организации предоставляет данные из Ирана? На какие источники ссылаются обвинители перед тем, как скормить вам такое? Раз, приступим. Приятного аппетита. Очередная байка. Подытожим. Как мы уже говорили, подобные хирургические операции не имеют ничего общего с тем, что мы привыкли наблюдать в своеобразном европейском социуме, когда полноценный, здоровый, бородатый мужик вдруг решает, что теперь он нежная девочка, или когда женщина, живущая с другой женщиной, решает стать более подходящей своей партнерше. Нет. Для таких пациентов, как в сунницкой, так и в шиитской школе, вместо скальпеля другой инструмент. Операцию могут проводить только гермафродитам и трансгендерам. Как становится ясно, вся эта раздутая тема о смене пола не что иное, как очередная клевета и попытка очернить шиитскую школу. Фетва дозволенности корректировки организма трансгендеров и гермафродитов выдают за дозволенность свободно менять пол, за легализацию садомии и извращения, как мы видим, это совершенно не так. Остригайтесь возводить ложь сознательно, по слабоумию или просто повторяя все то, что слышите. Вы были с каналом Доводы. Ассаляму алейкум.